От пациента. Проблемы с ЖКТ с середины января 2020. Лечил гастрит и дойденит. На УЗИ печени обнаружили две гемангиомы. МРТ брюшной полости подтвердила гемангиомы печени. Нужно второе мнение. Консультативное заключение. Пациент, мужчина. Год рождения, 1986, пол мужской. Дата исследования, 10 февраля 2020 года. Область исследования, брюшная полость. Внутривенное контрастирование использовалось, да нет. Да. Протокол обследования. При МРТ органов брюшной полости в аксиальной и корональной проекциях печень обычных размеров, КВР правой доли 13 см 9 мм, в правой доле образования 27 на 28 мм подкапульное с четкими контурами и однородным содержимым и 11 на 7 мм подкапульное с четким контуром. Контраст накапливает в артериальной фазе. При МРТ скоб желчный пузырь размерами 5,7 на 2 см 9 мм, с четкими контурами, стенка не утолщена. Камни в желчном пузыре не визуализируются. Ширина воротной вены, 1 см ровно, внутри печеночной и желчной протоки не расширены. Холедок прослеживается на корональных и аксиальных изображениях, ширина его не превышает 0 см 4 мм. Селезенка не увеличена, размерами 8,6 на 4 см 2 мм, без признаков патологических изменений, очагов не содержит. Селезеночная вена, 0 см 8 мм. Поджелудочное железо в размерах не увеличено, передний-задний размер ее на уровне головки, тело и хвоста составляет соответственно 1,9 на 1,6 на 1 см 6 мм, контурируется отчетливо, структура однородная, без очагов. Парапанкреатическая клетчатка не инфильтрирована, патологические инфильтраты и увеличенные лимфатические узлы в брюшной полости и за брюшином пространстве на уровне обследования не выявлены. Асцита нет, деструктивные изменения в позвонках в зоне сканирования не определяются. Заключение, гемангиома в правой доле печени. Врач, профессор Халин Александр Васильевич, заведующий кафедрой лучевой диагностики с ГМУС имени И.И Мечникова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok